Субтитры подогнал «Симон» 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 С момента пробного запуска на предприятии уже выпущена первая партия готовой продукции А всего в 2022 году планируется произвести порядка 4 тысяч тонн для крупных предприятий пищевой промышленности Всего в Волгоградской области за последние несколько лет мощности овощей переработки возросли более чем в два раза с 200 до 464 тысяч тонн в год Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области В Волгограде состоялось рабочее совещание губернатора Андрея Бочарова с региональными амбудсменами Среди основных тем поддержка субъектов малого и среднего бизнеса организации реального сектора помощь беженцам и людям оказавшимся в сложной жизненной ситуации Оперативно принят ряд решений которые позволяют удерживать в стабильном состоянии социально-экономическую ситуацию ну и естественно находить новые возможности для развития и конечно уважаемые товарищи в этот сложный период крайне важно уделять особое внимание защите человека труда защита семьи материнства и детства защите людей с ограниченными возможностями здоровья ну и людей оказавшихся в сложной жизненной ситуации также крайне важна поддержка предприятий и организации реального сектора экономики председатель общественной палаты Волгоградской области и областного совета профсоюзов Татьяна Генза отметила что важнейшие промышленные предприятия региона работают в штатном режиме возникающие текущие проблемы и вопросы решаются в ходе рабочих встреч и консультаций работа идет стабильная на всех предприятиях информация о том, что произошло изменение рабочего режима или уменьшение заработной платы такой информации нет по мониторингу, который ведут профсоюзы области по обращениям работников с крупных предприятий таких фактов нет одновременно в регионе внедряются системные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса которые не только создают рабочие места но и играют важную роль в экономической стабильности региона эта работа ведется в активном диалоге с предпринимателями есть, конечно, безусловно, есть там узкие моменты узкие предложения, которые лоббируют конкретно сферу а есть вопросы системного характера, конечно и тем и тем вопросам, в общем-то, достаточно внимания уделяется очень важно действительно понимать и, возможно, это, вот знаете, та история когда позволит открыть новые горизонты возможностей для бизнеса значительную роль в нынешних обстоятельствах играет поддержка материнства и детства людей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации реализуется целый ряд дополнительных мер поддержки в том числе адресные выплаты все чаяния, заявления, просьбы или пожелания граждан которые обращаются в аппарат уполномоченного как раз они и доводятся до тех, кто за эти вопросы отвечает у нас очень хорошие отношения налажены, деловые отношения налажены с администрацией Волгоградской области и с законодательным собранием то есть мы вопросы решаем не только в документообороте в бумажном или в электронном виде, но и по звонку мы договариваемся и проводим встречи активная работа в регионе ведется с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик эвакуированные обеспечены всем необходимым дети получили возможность вернуться к занятиям в школе региональная власть, как и в целом, очевидно, в Российской Федерации сегодня очень много делает для того, чтобы люди чувствовали себя здесь спокойно чтобы дети ходили в школу, дети при желании посещали дошкольные образовательные организации решены вопросы, связанные с обеспечением их учебниками с обеспечением, допустим, оплаты за детский сад, который решается благотворителями в целом социально-экономическая ситуация в Волгоградской области остается стабильной рабочие группы и профильные ведомства прорабатывают дополнительные предложения по ее сохранению Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководителем одной из крупнейших в России нефтяных компаний Вагитом Олег Первым Стороны обсудили реализацию текущих проектов и основные направления сотрудничества Главный вопрос – работы предприятий по добыче и переработке нефти в новых экономических и социальных условиях Эта идея возникла еще в первые дни проведения военной операции Тогда близкие военнослужащих звонили и узнавали, как можно отправить своим близким посылки Таким образом передать тепло из дома стало возможным Акцию безоговорочно поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Так же, как было в годы Великой Отечественной войны, мы знаем, что весточка из дома поднимала боевой дух солдат Что они знают о них, помнят, за них переживают, их ждут у нас дома К нам начали звонить Мы, безусловно, вот в день, получается, где-то я скажу вам, около тысячи звонков На акцию откликнулось большое количество волгоградцев Активное участие принимают и жители из разных районов области Сюда, в городской пункт сбора, централизованно поступила помощь из Дубовки, Урюпинска, Камышина В каждой посылке не только теплые вязаные вещи, сладости, предметы первой необходимости Но и теплые приветы из дома, детские письма и рисунки Кусочек такой мирной жизни, кусочек дома Потому что я думаю, что когда ребята получат эти посылки То они просто, в их тяжелый период, им действительно тяжело Они немножко окунутся в атмосферу своего дома Каждый житель нашего города захотел поделиться частичкой теплоты, доброты, заботы Такая частичка теплоты играет важную роль и поддерживает моральный дух военнослужащих российской армии И вот сегодня я как бы в качестве сопровождающего привез более трех тысяч пар носков, перчаток, варежек, шарфов Все включились в этот процесс Отдельно хотелось бы сказать о серебряных волонтерах, которые принимали все это И так как люди несли не только готовые изделия, но и пряжу Они непосредственно, эти бабушки, включались в процесс вязания И буквально некоторые из этих пар связаны буквально перед отправкой Хотели бы, чтобы ту частицу добра и, так сказать, жизни, которую мы вложили в это изделие Чтобы обязательно дошли до ребят и они понимали, что мы вместе с ними, мы их ждем Так Камышане подготовили теплую весточку для бойцов Ответственный груз Вагоград сопровождала личный председатель районного совета ветеранов Надежда Тимофеева Потому что весточка из дома – это самое близкое, самое дорогое И на эту акцию откликнулись все жители нашего района Кто чем мог, кто продукты, кто принес принадлежности умывальные И самое главное, самое главное мы посылаем своим воинам, которые сражаются и проводят эту операцию Ради нашего русского человека, чтобы поддержать всех нас, россиян Поэтому мы передаем огромный им привет И мы знаем, что они с нами и мы с ними Пусть будет все хорошо Два автомобиля с гуманитарным грузом по 15 тонн уже готовы к отправке Сбор посылок для военных, кто участвует в специальной операции по демилитаризации и деноцификации киевского режима будет продолжен Все желающие могут приносить для бойцов резиновые сапоги, теплую одежду, предметы гигиена и наборы для бритья Из продуктов приветствуется чай, кофе, тушенка и сладости с большим сроком годности Подробную информацию можно получить по телефону в Волгограде 8442-380152 Также по адресу город Волгоград, улица Советская, 5, офис 302 Валентина Конышева, Роман Миколенко, телеканал Волгоград-1 Теплые вещи и сладости, письма и пожелания Из Волгограда на Украину отправились первые грузовики с посылками для военнослужащих, участвующих в спецоперации Акцию тепло из дома, инициаторами которой стали сами жители области, поддержал глава региона Андрей Бочаров Координировал сбор посылок Волгоградский союз женщин В день поступает свыше тысячи звонков Ни один человек неравнодушный не остался в Волгоградской области Все стараются передать тепло своего дома, души нашим военнослужащим И сегодня вот первая, видите, она началась в принципе 17 числа И сегодня вот первые машины идут к нашим ребятам И соответственно здесь где-то около 30 тонн Участие в акции приняли жители всех районов Волгоградской области Руководитель регионального союза женщин отметила Сбор посылок для военнослужащих будет продолжен Эта акция будет продолживаться, она проходит и к нам привозит все необходимые Ну кто, что считает нужным из семьи Это и письма солдатам, это сладости, это теплые носочки, которые съедали бабушки, мамы Перчатки, шапочки, все то, что необходимо, как бы считают наши жители И конечно одной из самых необходимых весточек из дома стали теплые слова и пожелания Здравствуй солдат, я знаю как тебе тяжело, но прошу лишь помнить, мы с вами Наш народ и старый млад, все с вами душой Мы благодарим вас за ваш подвиг и поистине героическую смелость Спасибо, вы не одни, ваша страна гордится вами, мы вас ждем В России 2022 год объявлен годом национальных культур Главная цель которого это популяризация народного искусства и сохранение культурных ценностей народов и этносов У представителей разных народностей формируется чувство самобытности и отражается их культурный код На территории Волгоградской области проживает порядка 140 национальностей Они принимали активное участие в создании выставки «Это земля, твоя и моя» Торжественная церемония открытия состоялась в Волгоградском областном краеведческом музее Помимо экспонатов музейного фонда, представители национальных общин привозили традиционные костюмы, народные музыкальные инструменты и предметы быта Именно вот в этом зале мы специально распределили экспонаты таким образом и витрины Чтобы здесь представители наших многонационального региона могли и устраивать свои мероприятия Которые бы говорили о их истории, национальности, государствах, которые они представляют на территории нашей области И в течение вот этого года, я думаю, здесь будут показаны и песни, и танцы, и даже кулинарные изыски кондитерских А также будут у нас условия, где можно показать и видеоряд, рассказывающий о истории той или иной страны Республика Калмыкия представила яркие экспонаты для выставки Костюм взрослой женщины, воина, прообраз калмыцкого жилья, предметы быта и кухонной утвари Здесь непосредственно представлен женский костюм с головным убором И этот костюм женщины возрастной, не подростка И костюм тоже Ну это человек воинственный, вот красный бахрома, который на головном уборе говорит о том, что он воин Вот в кибитке всегда, это как бы показали в разрезе Буквально она собирается в течение двух часов и разбирается в течение полутора часов Вверху купол открытый, потому что жгли костёр, готовили пищу С левой стороны это была мужская половина кибитки С правой стороны женская половина кибитки Выставка «Эта земля твоя и моя» широко раскрывает этнографическое богатство региона Так коллекция пополнилась традиционным праздничным афганским мужским костюмом В Афганистане мужчины надевают этот наряд во время национальных праздников Отметим, что женский свадебный костюм тоже очень скоро появится рядом с праздничным мужским В Волгоградской области проживают также и представители афганского народа И сегодня в Волгоградский кривический музей вот такой мужской традиционный костюм Передает представитель афганской диаспоры Абдулманан Расскажите нам, пожалуйста, про этот костюм Спасибо вам огромное Я очень рад, что сегодня как раз афганцы отмечают Новый год, который называется «Наврус» И кануне этого прекрасного праздника сегодня самая прекрасная выставка Наша Волгоградская украинская музей, который предоставляет всех национальностей Свои национальные традиции, традиционные одежды Вот поэтому я тоже сегодня решил афганский национальный костюм, мужской костюм Национальный костюм был передан в день открытия выставки Вот это костюм от имени Афганский, который проживает в городе Герой Волгоград И почти 150 человек с семьей детьми живут здесь в Волгограде и в Волгоградской области Я передаю вот этот мужской костюм, который афганцы всегда традиционно одевают в праздники И в день рождения, в свадьбу Чтобы наш афганский национальный костюм и мужской тоже, как я вам обещал, в подходе И женский Спасибо большое Завтра же мы поместим это в витрину и будем ждать свадебное афганское платье Спасибо большое Выставка будет открыта в течение 2022 года и периодические экспонаты будут обновляться Но самое главное, что экспозиция «Это земля твоя и моя» подтверждает, что в нашем регионе все народности живут в дружбе и согласии Эти выставки важно проводить именно сейчас, когда мир совершенно неспокоен И слава Богу, что наша Волгоградская область является таким, в общем, спокойным регионом, где люди дружат между собой Не терпят, как вот мы говорили, толерантно друг друга А просто дружат, общаются и помогают друг другу в это время И вот как раз эта выставка и прямое подтверждение моим словам В Волгоградской области стартовала акция «Сад памяти» Аллею с белых акаций в память о воинах и мирных жителях, погибших в год Великой Отечественной войны, уже высадили в городе воинской славы Калачи-на-Дону Более 600 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти» будут высажены этой весной в парках, скверах и на территориях лесного фонда региона Сажается здесь уже третий год зеленая аллея из акации белой Это порядка трех километров, начиная от улицы Пархоменко и в сторону металлопроволочного зала Волгоградская область принимает активное участие в патриотической акции «Сад памяти» В 2022 году в районах, в том числе в 22 лесничествах, высадят сеянцы и саженцы акации, ясеня, сосны, вязла, липы, дубы, абрикоса Акция распространяется на лесные угодья Мы сейчас кинули клич и волонтерам Победы, и другим общественным организациям На данный момент, в этом году, планируется посадка 20 гектар в рамках данной акции Это порядка 80 тысяч деревьев, что планируется высадить на территории государственного лесного фонда За прошедшие два года в регионе уже высадили свыше миллиона новых деревьев Участниками мероприятий стали более 4 тысяч жителей Волгоградской области Однажды дети, молодежь, которая сегодня принимала участие в арке, гуляя, вспомнили о том, что их родители посадили эту аллею в память о дедах, прадедах, которые были в политическую войну И пусть уже наши внуки приводят своих детей сюда, чтобы вспомнить о том, что это аллея славы, это парк в памяти Мы маленькие, эти деревья будут расти вместе с нами И когда мы уже будем гулять с нашими детьми, они будут уже большие-большие И мы будем говорить, что сажали им на льду Это и есть память показаний На территории нашего региона появится 6 миллионов новых деревьев Материально-техническая база лесничеств постоянно пополняется и расширяются сети местных питомников Специалисты переходят на собственный посадочный материал Валентина Конышева, телеканал «Волгоград-1» Минуточку времени можно? Уделите нам? Мы хотим вам вот такую звезду вручить У нас сейчас проходит всероссийская акция «Звезды героев» 22 марта стараниями городского штаба движения «Волонтёры Победы» Камышин присоединился к всероссийской патриотической акции «Звезды героев» Мероприятие приурочено к 30-летию учреждения звания Герой Российской Федерации И знака особого отличия – медали «Золотая звезда» Эта высшая награда страны присуждается за заслуги перед государством и народом Связанные с совершением геройского подвига Волонтёры Победы напомнили Камышанам о геройском подвиге Александра Колгатина У памятника герою-земляку активисты раздали прохожим полсотни листовок В форме звезды с информацией о жизненном пути выпускника 12-й школы И Камышинского военного училища Командир инженерно-сапёрного взвода 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Старший лейтенант Колгатин геройски погиб 1 марта 2000 года в Чеченской республике Предотвращая прорыв боевиков, под огнём атакующего противника Камышанин установил три мины и смертельно раненый привёл их в действие Наверняка вы, конечно, о нём знаете Но мы ещё раз сегодня хотим напомнить жителям города и рассказать об этой акции У нас герой России Колгатин Александр Михайлович Работаете всё время, молодцы Спасибо вам большое На этой неделе по всей стране волонтёры Победы выходят на улицы, площади и скверы И раздают жителям листовки с рассказом о выдающихся земляках, внёсших весомый вклад в развитие страны И имеющих медаль «Золотая звезда» Звания Герой Российской Федерации и Высшая награда страны Учреждены соответствующим законом 20 марта 1992 года Александр Маяков, Айк Симонян, Камышин ТВ Скажите, вы вот знаете, что такое фликеры, световозвращатели? Для чего они? Для чего, Вань? Световозвращатель, для чего? Чтобы водитель мог видеть в тёмное время суток, что кто-то идёт, а то наткнётся на пешеходов Всё правильно, то есть ты чувствуешь себя в безопасности, когда их носишь Так, Госавтоинспекция напоминает юным волгоградцам, а также их родителям о правилах поведения на дороге во время каникулы, особенно в вечернее время суток Мероприятие проведено с целью уменьшения аварийных опасных ситуаций с детьми пешеходов на дорогах На данный момент у нас наступает весна, большое количество детей и взрослых выходит на улицы И, конечно, как профилактика, как правило, это мероприятие проводится сегодня в хорошую погоду, дабы напомнить о правилах дорожного движения родителям, детям Также рассказать о том, как защитить себя и избежать аварийных ситуаций, опасных ситуаций на дорогах с помощью световозвращающих элементов Сотрудники ДПС раздавали ребятам веселые световозвращатели Оказалось, что многие уже знают, как их использовать и для чего они нужны Об этом детям рассказывают родители и на уроках в школе Я неравнодушен к тому, как сложится судьба у детей, у подростков И поэтому мы регулярно проводим данные акции, которые направлены на то, чтобы сохранить жизнь детям и подросткам Некоторые отшучиваются, то есть нам это неинтересно, на самом деле они просто не задумываются о тех последствиях, которые могут наступить Поэтому, ну, в основном люди охотно откликаются, потому что понимают, что это необходимо Совсем маленькие дети, для них, конечно, это в новинку, им интересно, а вот какой цвет выбирают Такие акции проводятся на постоянной основе И сейчас это особенно актуально, так как с приходом весны и тепла дети все чаще появляются на улицах И часто без сопровождения взрослых В Волгограде стартовала подготовка к проведению Парада Победы По традиции парадные расчеты регионального главка МВД пройдут по площади павших борцов в форме военных лет В торжественном марше примут участие взвод регулировщиц, взвод полицейских экипированных в форму сотрудников правопорядка образца 1940-х годов, а также учащиеся полицейских классов Парадные расчеты МВД пройдут под знаменем легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД Готовность сотрудников управления проверил начальник регионального главка Дмитрий Вельмошко Личный состав к проведению мероприятий готов, поэтому управление по работе с личным составом приступить к последующим тренировочным занятиям в соответствии с утвержденным регламентом С наступлением тепла участники парада приступят к строевой подготовке, во время которой отработают прохождение парадных коробок торжественным маршем Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области Торопитесь! С 24 по 26 марта распродажа финских товаров высокого качества по оптовым ценам Кожаные куртки, дубленки, пуховики, обувь из натуральной кожи, большой размерный ряд Ждем вас! Улица Чекмарева, 10, напротив Калачевского рынка, ориентир воздушные шары Волгафит. Современные тренажеры, насыщенные программы разных направлений, опытные инструкторы и позитивная музыка сделают тренировку комфортной и эффективной Волгафит. Ваш спортивный клуб с видом на Волгу Успейте заказать! Скидка! Памятник из мрамора с установкой всего за 15 тысяч рублей Мастерская Короткова Телефон 504-400 Памятник 34.рф Хотите гладкую, красивую, сияющую кожу? Ждем вас в клинике Артевита на лазерное омоложение Акция «Лазерное омоложение» за 12 тысяч рублей Клиника Артевита. Ждем вас! Сенсация в Волжском! Рядом с копией Эйфелевой башни открылся торговый центр Париж Свыше 100 магазинов, невероятный дизайн, великолепное соотношение цена-качество Сумасшедший выбор от Китая до бутиков Первый Outlet Village ждет вас ТЦ Париж, Вольвар профсоюзов 15 Это Павлик. Он не любит, когда во время стрима отваливается Wi-Fi Когда папа Виталик постоянно перезагружает роутер Павлик любит стабильный интернет и проверенные роутеры Поэтому дом у него Домру Волгоградскому заводу буровой техники требуется Инженер-конструктор Заработная плата от 80 тысяч рублей до вычета налогов Требуемый опыт работы 3-6 лет Полная занятость, полный день Обязанности Проектирование и согласование эскизной рабочей конструкторской документации Разработка эксплуатационной документации Разработка металлоконструкции согласно техническому заданию Проведение инженерных расчетов на прочность и жесткость Проведение изменений в документации Работа с техническими требованиями Решение производственных вопросов в цехах ведение переговоров со смежными организациями, требования, высшее техническое образование, знание требований и правил ЕСКД, системы методов проектирования, основ стандартизации и сертификации, уверенный пользователь САПОР, ПО, Компас, График 3D и Лоцман, как преимущество Инвентар, Ауткад, Майкрософт Офис, Эксель, Автокад, Интернет, Акробат Ридер. Волгоградский флебологический центр. Мы лечим варикозную болезнь и геморрой лазером уже 16 лет. Консультация опытных врачей-флебологов СУЗИВЕН за 1500 рублей. Варикоз, тромбоз, геморрой, боли в ногах? Мы поможем каждому пациенту. Запишись на консультацию на сайте или по телефону 47 47 14. Лечение больных вен – наша профессия. Редактор субтитров А.Семкин В Волгограде сотрудники угрозыска пресекли серию телефонных мошенничеств. Аферисты звонили пожилым людям и сообщали, что их дети попадали в ДТП. И по их вине кто-то серьезно пострадал. На злостную уловку таких добродетелей попалась и Галина Базельцева. Ее мошенники обманули на 200 тысяч рублей. Причем от женщины сначала потребовали миллион. Голос на проводе рассказал, что по вине сына Галины в ДТП сильно пострадала некая девушка, и ей необходимо дорогостоящее лечение. Первые действия – жертвы телефонных мошенников были верными. Во-первых, у ее сына нет машины. Во-вторых, она сразу стала перезванивать сыну, но дозвониться не могла. В трубке монотонно звучали короткие гудки. На то и был расчет злоумышленников. Они быстро приехали к ней домой за деньгами. Проходит какое-то время. Я дозваниваюсь к сыну. Он берет трубку. Я говорю, ну, ты где сейчас? А он мне говорит, я на работе. В общем, я ему ничего не рассказывала. И не стала рассказывать, чтобы мне это самое… Ну, зачем молодых людей, занятых, жизнью утяжелять? Теперь женщина на собственном опыте знает, как опасно доверять неизвестным людям на другом конце провода. Во-первых, пообщаться с своими очень близкими людьми. И, конечно, наверное, дверь не надо никому открывать. И пускать людей. Или если пускать людей, то соседа позвать, соседку, чтобы не одной быть. Ну, в общем, вот так вот. И, конечно, никаких денег никому не отдавать. Звонившие предлагали положить деньги в пакет с личными вещами или постельным бельем. Затем по адресам проживания потерпевших приезжали курьеры, которые забирали деньги и переводили их на счета сообщников. При этом они получали вознаграждение в виде фиксированного процента от суммы. Я подъезжал к вокзалу, он мне звонил. Вот этот пакет, этот пакет. Он мне говорит, ты когда поедешь? У меня стоит поездка на полшестого. На полшестого вечера. Я говорю, если будет, я в шесть отсюда уеду. Он говорит, ты где ешь сейчас? Я говорю, я на вокзал еду. Он говорит, там где-нибудь остановись. Тебе сейчас подъедет парень, курьер, который мне успел забрать, он заберет. А деньги что? Он тебе отдаст. Как установили оперативники, подозреваемые в телефонном мошенничестве скрывались в Астраханской области. При задержании у них обнаружили четыре телефона и несколько банковских карт. Задержанных уже опознали трое волгоградцев. Валентина Конышева при поддержке пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Волгоградской области. В Волгограде сотрудники МЧС продолжают профилактическую работу на предприятиях и организациях с целью напомнить персоналу правила пожарной безопасности. На этот раз проверка прошла в одном из крупных автосалонов на севере города. Были обследованы несколько помещений, в том числе основной ремонтный цех. Людям было доведено в качестве информации о способах тушения легковоспламеняющих и горючих жидкостей. Персоналу объяснили, как правильно пользоваться огнетушителями, как правильно пользоваться пожарными кранами. И, соответственно, проведены профилактические мероприятия в плане отработки эвакуации на данном объекте. Также инспекторы выявили целый ряд нарушений, которые в случае возникновения пожара могут стать смертельно опасными. Среди них нарушения правил хранения отработанного масла и загромождение путей эвакуации и первичных средств пожаротушения. Все эти замечания руководство обязано немедленно устранить. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Сейчас мы находимся в одном из известных приютов для животных в Волгоградской области. Сюда на днях поступили вот такие вот гости. Красота, красота. Мы везем с собой кота. Еще обезьяну, попугая. Необычную интернациональную компанию вез в своей газели непонятно откуда и куда житель Карачаева Черкесской республики через Волгоградскую область. Сейчас это выясняют следователи. На днях сотрудники полиции при досмотре транспортного средства обнаружили в салоне пять экзотических животных и несколько тысяч рогов сайгака. Зверей доставили в кинологический центр, где полицейские их обогрели, покормили, окружили заботой и оказали ветеринарную помощь. В процессе нелегальной транспортировки живого груза травма лба и носа получила одна из маленьких львиц. Пассажиры были истощены и напуганы. Так как животные родом из жарких стран, для них тепло – это важнейшее условие для содержания. Поэтому было принято решение перевести всю команду в приют для животных. Надо отдать должное нашим волгоградским полицейским. Они очень чутко отнеслись. Они с такой любовью, с такой нежностью передали нам все соски, бутылочки, которые они приобрели для них. И первую помощь оказали они. То есть они все купили для них, у них и игрушки. В приюте заморских гостей встретили тепло. Сейчас постояльцы находятся на карантине. А в это время следователи проводят проверку, устанавливают владельца и причастных к незаконной перевозке экзотических зверей без каких-либо документов. Встретить на наших дорогах такую контрабанду уже не редкость. Это можно объяснить расположением нашего региона. Через Волгоградскую область проходят важные логистические маршруты. По окончании следственных мероприятий, а эта процедура может длиться до полугода, будет принято решение о передаче животных в парке, где есть необходимые условия для содержания хищников. Львы могут оказаться и в известном сафари-парке на Крымском полуострове. 21 день – это карантин как минимум, а далее как будет развиваться следственное событие, потому что сейчас не установлен пока владелец, является ли этот владелец законным, или все-таки это животное контрабанда по факту, и тогда станет вопрос уже о передаче этих животных в более комфортные условия. Самым невозмутимым и спокойным на первый взгляд выглядит новогвинейский попугай с шикарным благородного дымчатого цвета венцом на голове. Венец словно создан птицей на заказ самыми искусными рукодельницами мира. А вот бесстрашная смышленая зеленая мартышка уже продемонстрировала свои способности. По словам сотрудников приюта, менее чем за сутки нахождения там, она умудрилась выбраться из своей клетки, напасть на юных львов и едва не выпустила на волю канадскую пуму. Специалисты отмечают, что пума, а это особи взрослые, сейчас находится в состоянии сильного стресса, в отличие от остальных членов экзотической команды. Но яркий представитель семейства кошачьих, несмотря на все трудности и стесненные обстоятельства, сохраняет свою элегантность во взгляде и движениях, временами издавая звуки опасного хищника. Но опытный дрессировщик опасных кошек Наталья Исайчева однозначно против того, чтобы люди заводили таких питомцев у себя дома. Отметим, что канадских пум называют ласковыми убийцами, и это неспроста. К сожалению, в последние годы это стала тенденцией, и очень много желающих приобрести такое животное в дом. Я считаю, это бомба замедленного действия. Что касается данной пумы, я еще могу понять, зачем везут малышей там львят, но взрослую пуму, как бы, ну, это не самое безопасное животное. Скажем так, оно где-то даже опаснее льва и тигра. Вот. И для чего? Ну, либо для частного зоопарка, либо на расплод. Людям, которые пытаются завести дома таких животных, я советую подумать, конкретно подумать, потому что это опасно. Это не кошка домашняя, это хищник, в первую очередь, опасный хищник. Да, она мурлыкает, она мяукает, она ластится, но в определенный момент это может плохо кончиться. В априори она сильнее человека, она сильнее собаки. Опыт по передержке и реабилитации таких экзотических нелегалов в нашем регионе уже есть. И в приюте серьезно задумались над этим вопросом. Единственное, мы были не готовы, в плане того, что у нас не созданы условия, но мы сейчас оперативно их создаем. И, опять же, я подумала, возможно, может быть, и это и повод для того, чтобы создать в дальнейшем такой центр и помогать нашим правоохранительным органам возвращать этих животных потом либо в естественную среду, это тоже возможно, либо передавать в парки. Прокормить таких привередливых зверей задача не из простых. Львятам необходимо исключительно козье молоко и свежее мясо индейки, говядины или баранины. Замороженное мясо не подходит. Главная задача сотрудников приюта и всех неравнодушных к судьбе братьев наших меньших это грамотная реабилитация и дальнейшая передача животных в надежные и заботливые руки. А еще львам девочке и мальчику выбирают имена. Волгоградцы уже предложили один из вариантов «Волга» и «Дон». Валентина Конышева, телеканал «Волгоград-1». Направлялась на Северный Кавказ, была с Карачаево-Черкесскими номерами. Торжественная церемония честования работников культуры состоялась в Волжском на сцене театра «Кукол». В свой профессиональный праздник почетные награды получили педагоги школы искусств, сотрудники библиотек, режиссеры, артисты, музыканты – все те, кого по праву считают хранителями культурного наследия. Главных героев праздника от всей души поздравил глава Волжского Игорь Воронин. Вы наши дружники, дружники огромного, важного и очень нужного направления, сегмента в жизни каждого из нас. Ну, можно как угодно еще называть культуру, но именно ваш труд просто нужен и очень необходим. Как раз именно в это непростое время мы должны быть едины и вместе. Но самое главное, я считаю, что те основы культуры, которые были в России, они должны быть основными, они должны быть маяками в нашей работе. И вот, чтобы были эти маяки, чтобы у вас были новые горизонты, чтобы у вас было благополучие в севере. Ну и самое главное, конечно же, мы вас очень любим и ценим. Спасибо вам большое. Дворцы культуры, школы искусств и парки города реализовали 8 грантовых проектов. Также учреждения культуры Волжского активно участвуют в реализации национальных проектов. С теплыми словами к людям искусства, которые продолжают эту важную работу, обратились сотрудники городской администрации и представители депутатского корпуса. Я прежде всего хочу сказать вам всем спасибо, как мать, которая с двух с половиной лет будет в свою дочку по дворец культуры «Октябрь». Я уверена, что все сотрудники дворца знают меня в лицо, потому что я там каждый вечер. Я вам благодарна, безумно благодарна за эту возможность. За возможность делать мою дочь светлее, лучше. Это бесподобно, что вы даете нам такой шанс. Долгожданная церемония чествования конкурсантов проекта «Идея на миллион» по городскому благоустройству состоялась в Волжском. На протяжении прошедших трех месяцев участники программы «Волжские навигаторы» презентовали свои идеи по развитию городской среды. Так инициативные горожане, предприниматели и студенты представили на суд-жюри 25 проектов. Волжане предлагали создание спортивных зон, светящихся велодорожек, квантодрома и многое другое. Главная мотивация – это то, что они хотят менять мир, хотят делать город интереснее, многообразнее. И вот их желание – это уже полдела. Потому что когда есть желание, все остальное складывается. И когда уже дальше пошла работа, микромастер-класс по поводу, как тот проект продвинуть, как тот, как уже существующие какие-то проекты интегрировать, идеи, которые, по большому счету, особо-то и денег не стоят. Идеи и предложения по развитию комфортной среды Волжского вместе с авторами проектов разрабатывают и в администрации города. Моя задача, вот моя задача, чтобы все проекты, которые здесь были представлены, были реализованы в городе. Я даже специально по этому поводу обращался к нашим активистам, чтобы не просто показать здесь, а самое главное, чтобы это все работало. И работало именно на результат. Вот для каждого из них их проект является важным и главным. А наша задача – сделать все возможное, чтобы он не ушел в корзину. Глава Волжского вручил победителю конкурса «Идеи на миллион» Сергею Юдину памятный знак. Благодаря реализации его проекта был благоустроен секвер на улице Клавы Нечаевой. Советская военная летчица и командира звена – участница Великой Отечественной войны, которая героически погибла во время Сталинградской битвы. Там появилась на сегодняшний день была устроена площадка между корпусами школ, где приходят родители за детьми, могут присесть на скамеечке, этого ничего не было. Всялась там, плитка постелилась на основание. В общем, сейчас там комфортно уже родителям, бабушкам, дедушкам. Появилась там детская площадка. Проект осуществляется в трех этапах. Сейчас идет реализация второго этапа военно-патриотического. Там будут стенды стоять, будут маршалы Победы, такие как Конев, Попов, Малиновский, Рокоссовский, Жуков. Третий этап будет у нас царство Бериндея. То есть детский еще. Там у нас находится детский салик 54, детский салик 98. И детки тоже с родителями будут играть. Мы придумали очень огромную. То есть территория сквера, она большая сама по себе. То есть и разбита на четыре этапа. Отметим, что в Орском идет развитие проекта «Город первых». Он направлен на увеличение туристической привлекательности города и включает в себя появление новых интересных пешеходных маршрутов с применением новых технологий дополненной реальности. «Город первых» будет представлен на Всероссийском конкурсе по туризму. Валентина Конышева, Вадим Шабанов, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Пожарное дело от его истоков до современности. Такой была тема экскурсии для студентов Волгоградского строительного техникума. Ребята-второкурсники, обучающиеся по специальности пожарная безопасность, посетили пожарно-спасательную часть номер 3 центрального района. Конечно, вызывает интерес, у них возможность узнать больше об истории развития пожарного дела, об истории родного края. И, конечно, вживую, воочию увидеть и потрогать пожарную технику. Это всегда интересно молодёжи. На экскурсии студентам показали комнату воинской трудовой славы Главного управления МЧС России по региону и рассказали о развитии в городе пожарного дела со времён Царицына. В качестве практики ребята познакомились с современными спецавтомобилями, которые стоят на вооружении в пожарном депо номер 3. Огнеборцы рассказали об их устройстве, функциях и, конечно, ответили на все интересующие вопросы. Для ребят эта акция стала своего рода погружением в профессию. Было желание помогать, учиться, спасать людей и развиваться в этой цели, в этой специальности. Особенно на практике. Я поняла то, что я действительно говорю этим желанием учиться. Мы там начали завязывать узлы, надевать боёвку. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. ...догорела, не смотрели, упала на стол. Всё деревянное. В Волгоградской области активно реализуется программа поддержки региональных производителей. Среди предприятий, для которых помощь государству стала не только хорошим подспорьем на старте, но и значительной опорой в дальнейшем, компания-лидер в области разработки жидкой теплоизоляции. Без тех мер поддержки, которые мы получаем от региональных центров поддержки экспорта, от администрации нашей области, того успеха, который мы добились, тем более наипаче в экспорте, этого было невозможно. Мы пользуемся всеми мерами поддержки, которые не столько возможны. Это компенсация или полное субсидирование сертикации за рубежом. Без тех сертикатов и документов, что у нас есть, ну там дел бы было в Евросоюзе, например, было бы нечего делать. В Китае, в Азии, в арабских странах мы бы просто не могли бы продавать. Это всевозможные бизнес-миссии и выставки международные. После них всегда мы находим много благодарных клиентов. В минувшем году предприятие в четвертый раз стало победителем конкурса «Экспортер года» Волгоградской области. И единственное из нашего региона вошло в число победителей федерального этапа конкурса. Уже за первые месяцы этого года продажи на экспорт выросли почти в четыре раза. Среди основных партнеров – Италия, Румыния, Чехия, Польша и другие страны. Среди линейки продукции – уникальные изобретения. На сегодняшний день самый востребованный продукт – это броня «Фасад-НГ». Это продукт паропроницаемый, 1 мм которого заменяют 50 мм минуватты. Он не горючий. Он используется в программах, госпрограммах Италии и Румынии по снижению углеродного следа. Вот туда на сегодняшний день самый основный объем уходит. Кроме того, в прошлом году компания в седьмой раз получила титул победителя конкурса «100 лучших товаров России» и стала поставщиком крупных государственных корпораций. Дилерская сеть предприятий насчитывает более 300 представительств во всех городах России и за рубежом. И останавливаться на достигнутом специалисты не собираются. На сегодняшний день мы даже увеличили штат. У нас хоть и небольшой, но дружный коллектив. У нас заказы выросли в несколько раз. И мы видим, куда мы двигаемся дальше. Я думаю, что на сегодняшний момент это то время, когда нужно пользоваться и продолжать развиваться. Читать умеют все, а вот понять настроение текста с первой же строки, уловить его суть, произнести красиво и без ошибок – это уже искусство, которым владеет не каждый. Показать свое мастерство, проверить силы, преодолеть себя или просто набраться ярких впечатлений. Все эти возможности предоставляет чемпионат по чтению вслух «Открой рот». В Камышине его отборочный этап состоялся 19 марта на площадке Центральной городской библиотеки. Друзья, зовут меня Стася. А фамилию, если постараться перевести ее на русское наречие, можно понять как, ну, Светлова. В этом году за победу отважились побороться пять человек. По правилам чемпионата конкурсанты без подготовки читают незнакомые отрывки произведений – современную русскую прозу, поэзию и научно-популярную литературу. Проза читается в течение одной минуты стихи без ограничения по времени. Выступление оценивают жюри по шестибальной шкале, где шесть – это максимум, а единица – минимум. Оценки выставляются отдельно за технику чтения и отдельно за артистизм. Я на этих гвоздях танцевал под сурдинку и от боли крича объяснял, что ликую. А сюда до угла провожал эвредику, может, даже и ту, я не помню какую. Руководитель образовательного центра «Биг Бен» Светлана Ярматц на библию ринг вышла в ранге действующего чемпиона. Одержав победу в городском отборочном туре, в прошлом году она представляла Камышин на региональной полуфинальной конференции «Открой рот». Мероприятие проходило в режиме онлайн. Конечно, там уже чувствовался более серьезный уровень. В жюри были знаменитые люди, известные, такие строгие жюри. И участники тоже были из разных городов Южного федерального округа. То есть было интересно вообще познакомиться, кто вообще попадает на этот конкурс. То есть люди разных профессий, разного возраста. И произведения тоже были подобраны, интересные. То есть я получила колоссальное удовольствие. Хотя, конечно, все внутри трепетало, потому что несешь на себя ответственность представлять Камышин на мероприятии такого уровня. В тройку лучших Светлана попала и в этом году. В финал выходят участники, набравшие больше всех баллов по итогам трех раундов. В решающем поединке конкурсанты снова читают стихотворения, а жюри ставят оценки от одного до трех. При этом единицу, двойку или тройку судьи могут поставить только один раз. Выиграв финальный раунд, со второй попытки почетное звание чемпиона Камышина по чтению вслух завоевала Наталья Трещева. Так не забудь в венце и стерни, кому молился в первый раз, когда обманет свет вечерний расширенных и светлых глаз. Для меня это интересный конкурс. Тем более сейчас библиотека обновилась. Тут стало так уютно, ярко. Почему бы и не принять участие? Главное, не победа. Просто интересно, интересно самой выступить, интересно послушать других людей. Интересные отрывки даются. Я в прошлом году просто участвовала тоже. Как и прошлые победители, Наталья примет участие в региональной конференции «Открой рот». В этом году отборочные этапы чемпионата планируются провести более чем в двухстах городах России. Триумфаторы полуфиналов соберутся в июне в Москве. На Красной площади в рамках одноименного книжного фестиваля определится чемпион страны по чтению вслух. Александр Маяков, Сергей Пехталев, Камышин ТВ. Пример для подражания старший друг, с которым можно обсудить проблемы или поделиться сокровенным. Учитель – рыцарь детства, который сам в каком-то смысле является ребенком. Одним словом, вожатый. В детском оздоровительном лагере «Солнечный» началась работа по подготовке вожатых к новому летнему сезону. Скоро с 1 июня стартует новый оздоровительный сезон для ребят, и нам необходимо подготовить вожатых для дальнейшей работы с детьми. Ребята заполнили анкеты, познакомились с богатой историей детского лагеря «Солнечный», его традициями и неукоснительными правилами, которые были созданы и проверены временем не только для безопасного отдыха, а также для физического и эмоционального комфорта детей и взрослых. Занятия будут проводиться два раза в неделю, в среду и в пятницу, в 17 часов, примерно по 2-2,5 часа в день. Будущие вожатые получат знания о возрастных особенностях детей, концепции духовно-нравственного развития и воспитании личности. Будущие вожатые получат знания о возрастных особенностях детей, концепции духовно-нравственного развития и воспитании личности. Кроме этого, научатся организовывать детский и спортивный и интеллектуальный досуг в загородном лагере. В конце обучения ребята получат сертификаты, подтверждающие их навыки. Татьяна Сидорова, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ Подробный прогноз погоды представляет сеть ветеринарных клиник и аптек доктора Чулковой Наша цель – сохранение качества жизни и полное восстановление здоровья каждого пациента Здоровый питомец – счастливый владелец Внимание у начинающих ветеринарных врачей и студентов Хотите повысить квалификацию, получить новые знания и дополнительную специализацию? Учебный центр доктора Чулковой приглашает на курс подготовки младшего персонала Занятия ведут врачи сети клиник Оксана Шумова, Вероника Никитина, Мария Бирюкова С 28 марта по 3 апреля Запись по телефону 504-004 По окончании курса выдаются документы государственного образца Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограда облачно-небольшой дождь Ветер западный до 9 метров в секунду Температура воздуха ночью минус 3-1, днем до плюс 5 градусов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова